Уважаемые зрители, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведьма. Ну что, заглянем сейчас в глубины подсознания вашего суженого, ряженого, вашего ухажёра, ну либо просто того человека, который вам очень-очень нравится. Что сейчас на данный момент с ним происходит? В каких энергиях он находится? Так, я надеюсь, что вам видно. Через часок, на вечерок, на ночку. Так, и чем дело успокоиться? А чем дело успокоиться? Итак, смотрим, ваш партнёр. Первое подвешенное состояние, мужчина находится в достаточно негативных, отрицательных энергиях, а может быть даже энергия просто вот та, которая зависла, да, и ситуация не движется ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. А ток энергии имеется, а хочется движения, сложного движения, хочется куда-то уехать, может быть, отдохнуть, может быть, знаете, по путёвке за границу, да, в советские времена. Может быть, это командировка, а может быть, хочет очень больших перемен. В то же время мы видим, что здесь стоит женщина, важная особа, заботливая, понимающая какая-то женщина. Кто это? Что это? Вы знаете, это может быть бывшая или это родственница. Но здесь что-то связано с домом, с его домом, и нет стабильности сейчас с этой особой и с тем домом, вот на которой она выходит. Может быть, даже если это родственница, ну, знаете, здесь, смотрите, вот всё-таки королева мечевая показывает здесь какая-то особа, которая рядится в такую заботливую. На самом деле ни заботы, ни ожидания никакой нет. Этой женщине, скорее всего, нужны финансы, денежный какой-то интерес, и выходит всё-таки как дама пик. Может, она даже не соперница, но тот человек, который как-то мешает, как-то что-то там мутит, крутит, имеет свой интерес. Хорошо, через часок. Чего тут ожидать через часок? Вот смотрите, есть желание отдохнуть, повеселиться, возможно, как-то с вами связаться, но не получается. Далее. Что-то не то, что-то не складывается. Родственные душеньки вспоминают о вас, думают, вот вам можно было бы что-то рассказать, как-то довериться, как-то вам поплакаться даже. А он вынужден сражаться, держать оборону, настаивать на своём, защищать свои интересы, весь в делах, весь в заботах. Что ещё? Ну, он думает, смотрите, что вы жезловая королева, активная, яркая женщина, самостоятельная. Может быть, у кого-то проиграете, что вы чуть постарше, но это не обязательно. И ещё он может сравнивать вас со своей мамой. Вот так. То есть вы можете как-то по энергетике очень даже подходить. И ещё через часок, вы знаете, может быть, неожиданный отъезд, уход. Может быть, он к вам собирался, да, как-то так. Может быть, какие-то договора. И может как-то резко всё поменяться, измениться. Но это вот прямо в ближайшее время какое-то. Смотрим на вечерок. Что дальше? Более длительное. А, тут он, смотрите, в мечелово превращается и думу-думает. Какую-то сложную думу-думает на вечерок. А по поводу того, что здесь какое-то судьбоносное решение надо принимать, и нужно очень-очень постараться сохранить дипломатичность, потому что от его решения будет зависеть прям что-то очень-очень серьёзное. Да? Какое-то дальнейшее. Что дальнейшее? Ну, практически здесь шанс на счастье. Даже, вы знаете, здесь какие-то раздумия. Он раздумывает по поводу чувств. По поводу чувств. Ну, по пятёрочке жезлов, конечно же, есть некие ограничения у человека. И также, знаете, он хотел бы многого добиться, но здесь какие-то подковёрные возня. Конкуренция какая-то идёт. Не всё коту масленица. Вот хочется и колется. Всё сюда же, да? То есть кому-то надо противостоять. Может быть, ещё, знаете, он может даже ревнует девочки вас. И всё это пока обрамляется в колесо фортуны, колесо судьбы. Здесь есть некая цикличность. Пока ещё всё-таки его как-то выносит. Он как-то чувствует свою удачу, свою фортуну. Может быть, вы являетесь также ему такой, знаете, некой музой для него. Как-то спасаете, вытягиваете. Может быть, он ради вас что-то хочет. Но иногда, знаете, как против судьбы не попрёшь. С другой стороны, здесь, знаете, там, где упал, можно же и подняться. Вот эта цикличность пока более-менее ровненько идёт на ночку. Что там у него будет ночью? Какие мысли о вас? А вот здесь будет разброд и шатание. Очень сильные переживания. По какому поводу, почему ты будешь переживать? Так, минуточку. Парканчик. Переживать будет по поводу того, что нельзя быстренько завершить всё, что в прошлом. Как-то, да, отринуть то, что отжило. И сделать нормальный переход в новое. У него, в общем, идёт процесс трансформации. Скорее всего, ночью он будет по этому поводу как-то загоняться перед сном. Может, ему какие-то видения придут, что так дальше жить нельзя. Надо что-то по-новому. Тебе уже все говорят, что давай вперёд из песни. Повышай свой уровень. Делай выводы, делай уроки из прошлого, чтобы подняться над суетой, над собой. Чего-то достичь нужно. Как-то что-то улучшить в плане работы, зарабатывания, в плане даже отношений. Восьмёрка пентаклевая. Над отношениями нужно вашими работать, а не бегать туда-сюда. Не пытаться что-то новое найти, когда можно наладить отношения с тем человеком, который есть. И вот, солнышко, радость. Всё-таки это сглаживающий аркан. Махровым эгоизмом здесь не отдаёт. Небольшой эгоцентризм ребячества есть. И хороший позитивный момент. Итак, совет, рекомендацию. Смотрим, да, чем сердце успокоится. Итак, первое. Будет достигнута какой-то равновесие и баланс энергетический между вами. Взаимный энергообмен. Найдёте общий язык, и здесь страсть девочки вспыхнет. Ещё что. Может быть, вам что делать? Смотрим. Идти рука об руку. Ждать возможности как-то поддержать. И вообще, я так думаю, что вы всегда готовы прийти на помощь, как тот ЧПДЛ. И мужчина к вам идёт. Вот этот вот, он строгий какой-то сейчас, такой авторитарный, избирательный. Он как-то как мечевой к вам идёт всё-таки. Не совсем уж такой. Влюбляшка. И он, ему. Что он там, какие действия ещё? Посмотрим, как совет, рекомендация для вас. Какие стремления. Защищает. На границе ставит. Немножко у него по семёрке жезловый. Вот она у нас уже выходила. Защищает свои права и интересы от всех невзгод, от форс-мажорных обстоятельств. Он как-то на страже стоит, да? Ну, в принципе, ваших интересов вполне может стоять. Ещё совет, рекомендация. Для того, чтобы была стабильность, нужно не бояться изучать, идти к новому, да? Какие-то знания получать. Не бояться балансировать и принимать решения. Вам придётся, конечно, какой-то выбор делать, решение принимать. И заключительный момент. Ну что? Всё-таки нам показывают рыцаря Пентакливого и семёрочку. Знаете, несмотря на какие-то невзгоды, здесь всё равно нужно доверять. И надо понимать, что чем тише едешь, тем дальше будешь. И вопрос доверия здесь ещё идёт взаимопомощь. Может быть, вы знаете, будете надеяться на помощь, она не будет вам оказана. И вы тогда какой-то урок из этого... Вот на себе что-то понесёте тяжкое, а вы, императрица, девочки, не соглашайтесь. Не соглашайтесь быть удобной, не соглашайтесь на себя брать больше, чем можете. Пусть сам мужчина решает, пусть сам едет. И, в принципе, на длинной дистанции, на короткий он. Вы, императрица, вы, ресурсная женщина, вы должны об этом помнить всегда. Никакие препятствия, никакие проблемы не должны омрачать ваше внутреннее состояние гармоничное, вашу внутреннюю силу. Вот так на этом замечательном моменте умеренность. Опять же, чем тише, тем звонче в итоге. Мы заканчиваем сегодняшний наш просмотр. Я надеюсь, что информация для вас была интересна. Полезна. И вы с удовольствием поставили лайки. Пусть всё хорошее придёт в вашу жизнь. Плохое быстренько-быстренько выметается. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И звените в колокольчик. Нас ждёт ещё очень много интересного. До новых встреч. Пока.